Речь пойдет о подростках и о том, как они себя сегодня ведут. Понятное дело, что многие говорят, нет, ну, в нашей церкви такого быть не может, или в нашей семье такого быть не может, но тем не менее. Подростки сегодня ведут, будем так говорить, ну, мягко говоря, двойную жизнь. Особенно подростки, дети верующих родителей, если они не в открытом бунте находятся. Они ведут какую-то благочестивую или подобную благочестивую жизнь в обществе церковном. А вне церковного общества, там, где ни родители не видят, ни кто-то из членов церкви не видят, они ведут абсолютно мирской образ жизни и таким образом выражают свой бунт против рамок, против того, что мы им навязываем и так далее. На самом деле, я долго с этим боролся. У меня тоже были свои недоразумения, конфликты, очень серьезные конфликты. С сыном старшим и в каком-то этапе я пришел просто к такому откровению, которое говорит, что мы на самом деле не должны бороться с ними. Это очень сильная духовная война, которая происходит сегодня за души наших детей. И причины этой войны находятся вот в этом устройстве. Называется это мобильный телефон. Наверное, знаете его. Мы сами детям их купили, мы сами их детям дали, мы сами подключили туда интернет. И теперь мы не контролируем то, к чему открыты детские глаза и детские сердца, когда они просматривают контент в социальных сетях или в своих чатах, в которых они подписаны, в группах и так далее. Я, если честно, заглянул в некоторые телефоны с разрешения, конечно, самих подростков и ужаснулся тому, на что подписаны наши дети. Первое, что бросается в глаза, это всяческое ворота заигрывания со смертью. Различные ворота скелеты, черепа, кости, имена всяких групп, которые пропагандируют так или иначе смерть, суицид и всякое прочее. У этого есть, конечно, свои опасные стороны, потому что, ну, дети, действительно, вот Иисус же говорит, что в первую очередь нам нужно беречь свое око, потому что оно свет всему телу. Если свет, который в нас есть, тьма, то что же такое тьма? К сожалению, эти слова сегодня, они имеют очень большое значение. Именно когда мы говорим о подростках и о том, что они смотрят, на что они вересмотрят и что они видят. Они видят страшные вещи, конечно, в интернете, и все эти группы, на которые они подписаны, и все эти паблики, которые они читают, и все эти картинки, которые они ставят, одежду, которую они носят, они все так или иначе являются заигрыванием со смертью. И я пришел к такому выводу, что мы, на самом деле, находимся на линии фронта большой, очень большой, очень серьезный, очень, я не скажу, кровопролитный, но, по крайней мере, очень трудозатратный с нашей точки зрения, с нашей стороны, духовной войны. И эта духовная война, она как раз не с нашими подростками, а с теми, кто пытается ими завладеть. И очень многие родители уже подняли руки, просто сказали, ну, окей, пускай уже делает все, что хочет, благодать на благодать, и там разберемся. К сожалению, я встречал такие моменты, когда ничего уже сделать нельзя, и единственное, что мы уповаем в этот момент, это на то, что дети наши все-таки знают Бога, в лучшем случае, если они знают Бога. Потому что, если мы с вами обратимся к притче о блудном сыне, мы об этом уже говорили неоднократно, но там написано, что вот этот самый блудный сын, он ушел из дома отца, был в другой стране, ну, то есть вел распутный образ жизни, будем так говорить, как в Писании написано, в книге Второзакония, в книге, вообще во всех книгах Торы и Ветхом Завете, это называется «Блуд вслед других богов». То есть, что первое, что занимает место в нашем сердце, главное, трон в нашем сердце, то и является нашим Богом, по сути. И вот эти вот попытки блуждения вслед других богов, это и есть пребывание в другой стране. Так вот, после этого, мы знаем, что произошло, деньги закончились, удовольствия закончились, и парень сел просто в хлеву со свиньями и начал рассуждать. Да, там, если что, он пришел в себя и начал понимать, как бы, что в доме его отца даже рабы рабов живут лучше, чем он сегодня. И он начал путь в свой дом. И вот упование, откровение, которое мне пришло, и я хочу с вами поделиться, потому что я уже поделился с очень многими людьми, и мы молились на эту тему. Всем тем, у кого есть подростки, которые находятся сейчас в таком вот духовном состоянии, это то, что если наши дети знают Бога, и они знают, где находится дом отца, они туда придут, они придут в себя и начнут движение в сторону этого дома. Нам нужно быть очень чувствительными и внимательными в тот момент, когда мы увидим, что они начали двигаться в эту сторону. И вот тогда нам нужно поступить так, как поступил отец в этой притче. Нужно побежать им навстречу и обнять им, и сделать так, что как будто ничего не было. Это очень важно, чтобы они знали, что есть куда вернуться. Конечно, есть исключения, туда и сюда, есть разные ситуации, люди разные, и очень тяжело сейчас говорить о том, что вот будет так, да, потому что я сам нахожусь в такой ситуации, когда пока что это не так. Но я обращаюсь сейчас даже не к тем, у кого это так, потому что те, у кого это так, мы найдем с вами общие какие-то точки соприкосновения. Кто-то, кто прошел это, ободрит, как и меня ободрил в свое время брат Александр, который приезжал ко мне недавно из Кишинева. Кого-то может поддержать в молитве и так далее. А я хочу обратиться к тем, кто сегодня думает, что с него детьми этого не произойдет. Писание говорит, если кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Вы знаете, разное бывает. Это уже когда старший сын пришел к Богу, и я был рад, что он не такой, как все. Он не такой, как вся молодежь, с которой он общается. Но пришло время, и он стал такой, как все. То есть он ушел в мир, фактически, не потому что ему что-то надоело здесь, а потому что он хочет этого попробовать, он бунтует. И вы знаете, вот брат Александр, который был у меня здесь, он сказал, что бунт в молодом таком возрасте, он гораздо безопаснее, чем бунт в более взрослом возрасте. И пусть лучше перебунтует сейчас, его пускай переколбасит сейчас, чем потом. Это будет происходить, когда ему будет лет 30, когда у него уже появится семья, и вдруг начнется вот эта вот колбаса, и он уйдет из семьи, найдет себе любовницу и так далее. Такие вещи тоже происходят. И, к сожалению, это не новость. Такие вещи происходят, такие вещи мы видим. Поэтому лучше сегодня молиться за то, чтобы действительно была сверхъестественная божественная защита, потому что я стою на месте писания, где написано, что дьявол сказал, что мы, так говорит, заберем у Иова его плоть, начнем с его плоть и посмотрим, благословит ли он тогда Бога. И Бог сказал фразу, пожалуйста, делай с ним все, что хочешь, вся его плоть твоя, только душу его не трогай, потому что Бог защищает нашу душу. В псалмах очень много написано на эту тему. Но написано, что Бог охраняет нашу душу, что мы вечером, как бы засыпая, передаем в его руки душу, и просыпаемся, и душа наша возвращается к нам. Именно поэтому мы просыпаемся. То есть у нас есть обетование о том, что наша душа находится в безопасности. И, вы знаете, я просто хочу ободрить, во-первых, тех, кто сегодня это проходит. Я об этом проповедовал. «Все, что имеет начало, имеет и конец». Это фраза из фильма «Матрица», но она как никогда пересекается с Библией. Смотрите, Бог, Он есть начало и конец. И Он знает, с чего все началось, и Он знает, чем все закончится. В Писании написано, что все дни наши, они записаны у Бога, и Он все их знает, когда ни одного из них еще не было. В Писании также говорит о том, что пустыня имеет конец, проблемы имеют конец, всякие напасти имеют конец, все, что имеет начало, имеет и конец. И когда-нибудь эти проблемы закончатся, и когда-нибудь этот бунт закончится, все когда-нибудь закончится. И это ободрение. Нам нужно просто молиться о том, чтобы люди, которые находятся в пути, неважно, сколько им сейчас лет, неважно, в каком они сейчас находятся, в духовном состоянии, нам главное, чтобы они, как написано в Писании, пришли в себя и начали двигаться в сторону отчего дома, дома отца. Потому что Бог своих не оставляет. Бог просто ждет, он невероломный захватчик, и он знает, он уверен в каждом из нас. И это ободрение, которое ко мне пришло, и, собственно, я на этот момент успокоился, потому что мы не можем противостоять бунту, потому что бунт приходит от плоти, а наша брань, она не против плоти и крови, а против сил и властей Тьмы Поднебесной. Поэтому наша задача, наше оружие против вот этого бунта, она не запреты, не скандалы, не выяснение отношений. Наша задача — это молитвы, наша задача — это провозглашение, наша задача — это любовь. Это очень тяжело проявить. И, знаете, я сам с собой долго воевал, как проявлять любовь, если человек откровенно ведет себя вызывающе, то есть провоцирует на конфликт. Но, знаете, Иисуса тоже очень многие провоцировали на конфликт. И фарисеи, которые, в конце концов, отдали его в руки Пилата, и сам Пилат, который фактически разрешил его казнь. Но он при всем при этом продолжал любить людей, и даже когда они поносили его, висящего на кресте, он, обращаясь к Отцу с невестным, говорил, «Прости их, отче, его не ведают, что творят». Вот эта радикальная любовь Иисуса Христа к людям, она должна проявиться через нас, потому что Писание говорит, что мы уподоблены Иисусу Христу, и мы должны уподобляться Ему каждый день снова и снова. И вот это та самая работа над собой, это я с вами делюсь сейчас своими откровениями, вот последнего времени, это работа над собой в том, чтобы начать любить своих детей, которые бунтуют, а они будут бунтовать, несмотря ни на что, потому что они наши дети, это все как Бог нас любит. Вы знаете, такую вот фразу прочитал, что я не могу похвастаться своей любовью к Богу, потому что не всегда благодарен за то, что Он для меня делает, но я могу похвастаться любовью Бога ко мне, которая никогда не оставляет меня, даже когда я делаю кучу проблем. Вот когда мы применяем это к себе, оно классно звучит, Бог нас любит, Бог хороший, папочка у нас добрый, но когда речь идет о наших детях, мы почему-то забываем об этом, начинаем их воспитывать и наказывать, и конфликтовать с ними. Ведь Бог с нами никогда не конфликтовал со времен служения, смерти и воскресения Иисуса Христа. Он рассматривает нас через призму Иисуса Христа. И вот это откровение, которое я получил, что нам нужно смотреть на них так, как бы смотрел нас Иисус. Мы все равно, это все равно наши дети, это все равно наши, ну, будут так говорить, наше наследие, это наша радость, и мы просто, ну, если мы уподоблены Иисусу Христу, то мы обязаны нести имя Иисуса в себе и на себе, потому что Иисус у нас в сердце, и любить такой же радикальной любовью, как Иисус возлюбил нас. Поэтому, возвращаясь к началу нашего разговора, не пытайтесь выяснять с ними отношения, я пытался сделать очень долго, это зашло в очень глубокий конфликт, очень глубокий, и пришлось потом разруливать все очень таким образом, ну, может быть, даже, ну, это же не надо как-то сказать, это было просто, знаете, два шага назад, просто два шага назад, два отступления, и я не жалею об этом, я абсолютно уверен в том, что я делаю все правильно, несмотря на то, что человек продолжает вести себя, таким образом, я все равно считаю, что я делаю все правильно, я отступил два шага назад, как я воспользовался принципом Айкидо, хотя, вы знаете, это все-таки восточная философия, но там есть несколько принципов, когда человек на тебя нападает, дай ему упасть, ну, или так, там есть человек на тебя нападает, дай ему упасть, но поддержи его, и вот в этот момент, когда человек идет вот в эти вот всякие нехорошие дела, он туда падает, но мы должны его поддержать, как поддержать? Поддержать только своим отношением, то есть, несмотря ни на что, все-таки проявлять любовь, все-таки проявлять милосердие и снисходительность. Потому что, да, Писание говорит, какой меры вы меряете, такой вам отверено будет. Есть и такое правило, когда можно его соблюдать. Но вы знаете, когда речь идет о становлении личности, все-таки это немножко другая тема. Дело в том, что подростки нас убеждают в том, что они взрослые, что они личности. И мы настолько в этом убеждаемся, что мы начинаем с ними вести себя как со взрослыми. И вот эта вот фраза Иисуса Христа, которая говорит, что какой меры вы меряете, такой и вам отмерена будет она, относится больше все-таки, опять же, мое откровение, к взаимоотношению между взрослыми людьми. Хотя и потом Павел нас предупреждает, смотрите, чтобы никто не воздавал злом за злом. Но когда речь идет о подростках, когда речь идет о тех, кто только становится личностями, не важно, что они о себе заявляют. Мы-то знаем, что они пока еще не взрослые и пока еще не личности. Мы должны все-таки проявлять к ним снисходительность, должны проявлять к нему любовь. И это ободрение. Теперь те, кто с этим пока еще не столкнулся. Возможно, вы с этим столкнетесь, и это будет для вас удар. Так же, как это был удар для меня, потому что человек был, ну, сын был служителем, и он служил Богу, а теперь он просто полностью отказывается даже иногда в церковь приходить. Это был удар, конечно. Но я могу вас ободрить, что на самом деле я услышал от него ключевую фразу. И эта ключевая фраза, она меня успокоила. Он сказал, пока так, возможно, когда-нибудь я пересмотрю свои взгляды. И вы знаете, когда я общался с братом Александром, он мне сказал такую вещь, что вера, которую мы считаем их верой, она на самом деле наша вера, и мы пытаемся ее просто навязать. Веру невозможно унаследовать. Писание говорит, что каждый человек сам за себя даст отчет Бога. Но я уверен, что Писание говорит так, что если мы спасаемся сами, да, и спасаем весь свой дом, весь наш дом — это и наши дети тоже. И молитвы за детей, молитвы за то, чтобы они спаслись, за то, чтобы они пришли в себя и вернулись, они как раз то самое оружие против дьявола, которое мы должны применять. А если мы будем просто конфликтовать против плоти, то есть против его плотских желаний, подростка, то в этот момент мы ставим себя под удар, и мы уже не сможем потом ничего вернуть. Это будет, ну, знаете, слово не воробей, вылететь не поймаешь. И очень многие вещи у подростков заседают внутри надолго, и потом изменить это уже будет очень тяжело. Поэтому я просто призываю вас, не боритесь с ними, боритесь с дьяволом. Это наш общий враг, и мы сможем всегда найти себе кого-нибудь, с кем пообщаться. Вот я, например, нашел людей, с которыми пообщаться, с которыми можно поделиться, которые прошли подобные проблемы или проходят сейчас. Мы вместе молимся, мы вместе провозглашаем, мы вместе изливаем этот елей благодати на наших детей. И вы знаете, я думаю, что, я даже не думаю, я знаю, что любое действие, любое сеяние даст свой плод, но что любое семя все равно прорастет. Если мы будем провозглашать Слово Божие, помазание Божие, благодать Божия на наших детей, это прорастет, и наши дети станут спасенными действительно, то есть они вернутся к Иисусу Христу. Если мы будем продолжать провозглашать какие-то другие вещи, то и эти семена дадут свой всход. А тем более, если мы будем идти на открытый конфликт. Поэтому я призываю вас, любой конфликт, если он у вас есть, прекратите его прямо сейчас, отступите, сделайте два шага назад. Если ваша, так сказать, гордыня позволяет вам попросить прощения у подростка, попросите прощения. Если не позволяет, ничего страшного, просто отступите на несколько шагов назад, дайте ему свободу действий, дайте ему свободу высказывать свои мысли. И единственное, что молитесь, дайте ему, поставьте ему границы, куда можно, куда нельзя. И все. И просто охраняйте свои границы. Знаете, как два государства. Они могут враждовать между собой, но если там есть граница, то они стараются просто эти границы не переходить. То же самое происходит с подростками. Вы знаете, чтобы дойти до всего этого, меня заняло время, и очень много времени, примерно где-то месяца, наверное, три такого глубокого конфликта с сыном. Но сейчас как бы у нас отношения налаживаются. Я надеюсь, что они будут налаживаться и дальше. Я верю, что Божья власть и Божья сила в его жизни все равно победит, потому что он есть служитель Божий. Я знаю, что он рожден свыше, он пророчествовал, он молится на языках. Я знаю, что Бог просто коснется его в свое время, и все встанет на свои места, так сказать, все вернется на круги своя. И просто нужно дать ему это время, чтобы побунтовать, повеселиться, побывать, так сказать, по ту сторону благодати тоже. Я хочу просто процитировать вам одно местописание, вы его знаете. Это 11 глава 11 глава книги «Экклезиаста», в которой написано следующее. 11 глава, 9 стих. «Веселись, юноша, в юности своей, и вкушай сердце твоей радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по велению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Ударяй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что и детство, и юность, суета. И помни создателя твоего, в неюности твоей, таково не пришли, не тяжелые, не наступили годы, в которых ты будешь говорить «Нет, мне удовольствия в них».